здравствуйте меня зовут ирина шайдова и сегодня я хотела бы ответить на те плохие комментарии которые были мне написаны под последним видео и дать какие-то свои пояснения потому что то что написано буквами то это можно прочитать двояко можно прочитать с хорошим настроением это будет один комментарий да и можно прочитать в каком-то негативе будет совершенно другое мне бы хотелось чтобы меня все-таки я донесла до вас то что я хочу сказать сама я не люблю смотреть такие видео потому что блогера блогер это совершенно обыкновенный человек точно такой же как и вы вот вы захотите снять какое-то видео вы снимете выложите и люди вокруг разные разные люди но вот они напишут свое мнение кому-то это понравится кому-то не понравится кто-то может написать грубо матом два комментария я заблокировала они были написаны матом вот но один комментарий писала его виктория тому кто кому интересно вы можете посмотреть под последним моим видео этот комментарий очень долго я как-то до начинаю и комментарии на тему первая тема как же мне не стыдно продавать платные мастер-классы и 2 комментарии ну там много там уже дискуссия разразилась но дело даже не в этом дело сейчас скажу что что меня расстроило что я пытаюсь заработать на чужом мастер-классе и это изделие имеет другого автора вот про авторство про что про платные мастер-классы в общем вот про это хочу немножечко сказать свое мнение сама я не люблю смотреть такие видео потому что блогеры как я уже говорила вот расстроены одним комментарием как бы получается что видео выкладываю для всех хотя я точно знаю что подавляющее большинство моей аудитории это люди которые положительно ко мне относятся которые меня понимают которые меня многие поддерживают поэтому не берите вот к себе какие-то такие слова это просто ответ вот на такие комментарии и так поступил комментарий такой на мой взгляд не совсем адекватный что как же вам не стыдно я являюсь подписчиком у вас такие хорошие обзоры такие хорошие мастер-классы но я от вас отпишусь потому что вы меня разочаровали вы меня разочаровали вы набрали большое количество людей колоссальная и теперь перешли на платные мастер-классы вот для адекватных для нормальных людей которые меня любят я хочу сказать что я планирую делать платные мастер-классы но это будет совершенно другой ресурс это будет закрытый ресурс вот на котором будет несколько изделий возможно они будут меняться возможно это будет одно и то же я еще не знаю не понимаю общем но у меня уже есть на этом ресурсе мастер-класс брошь собачка которую я презентую наверное в сентябре когда пройдет вот этот мир мертвый сезон и тем кто захочет он его купит это совершенно добровольное дело но вот если вы захотите такое сделать то пожалуйста вы можете это купить сделать со мной вместе эту брошь но также еще какие-то изделия которые я решу что что хочу именно платные сделать но опять-таки для тех кто ко мне положительно настроен поясню вот смотрите я делала мастер-класс брошь слон и он был шести частях и первая часть была просмотрена ну допустим 20 тысяч человек у посмотрела да а последняя часть 600 человек вот работала над этим мастер-классом я три месяца то есть конечно для 600 человек но допустим этот мастер-класс явился необходимым они сделали эту брошь но по моим трудозатратам не бы хотелось чтобы 20 тысяч человек минимум вот прям на всех частях было то есть есть такие изделия которые очень трудоемкие кропотливые да но и они не для не для видео на youtube вот когда ты начинаешь разбираться в этом но ты начинаешь понимать что мастер-класс ну максимум может быть в двух или в трех частях вот тогда он несет тебе какую-то какую-то отдачу вот а все остальное это работа в никуда для очень маленького количества людей вот поэтому платные мастер-классы будут мне написала виктория до комментарии что как же вам не стыдно вы открывали канал с бесплатными мастер-классами на вас подписались люди а теперь вы вот так вот нас подводите я от вас отписываюсь но и у меня уже потянулась даже рука заблокировать этого человека когда она написала а знает ли налоговая инспекция что ирина занимается этим видом деятельности а платит ли она налоги а в курсе ли ее участковый чем она занимается вот это вот дословно то что было написано но я просто поняла что человек немного не в себе и что-то мне объяснять этому человеку ну наверное не стоит да вряд ли он меня услышит но уже под этим комментарием во первых стояло такое количество лайков то есть люди были согласны с викторией такого количества которое нет ни под одним мастер-классом моим не под одним видео именно под комментарием да то что люди вот согласны с тем что она говорит и меня это вот немного как-то насторожила знаете когда вот говорят поди ка принеси ка вот часто виноваты не те люди которые так говорят а человек которым и так обращаются потому что он так себя поставил и вот я задумалась может я как-то не так виду канал может быть вы как-то меня не понимаете не знаете я буду делать то что я считаю нужно вот по поводу и виктория точно также написала вы если считаете что вам надо от меня отписаться конечно отписывайтесь но вот виктория смело отписывайтесь от меня но и я буду делать только то что я хочу а никак не внимая вашим призывом к моей совести вот это первое второе и для виктории и не для виктории я говорю что это не маленький труд записать мастер-класс это это честно но вот кто хочет также попробовать обязательно попробуйте но вот и возможно я даже куплю кого-нибудь мастер-класс с удовольствием если он не будет полезен вот в общем короче вот это вот число лайков под комментарием виктория меня очень расстроила и я уверена что человек который который мне вот это вот написал про участкового про налоговую там уверенно что он бы мне в глаза такое такое бы вряд ли сказал понимаете это вот можно так тише мыши называется но просто написать в комментарии вот я посмотрела зашла у виктории есть свой канал но вот хотя она там тоже писала что вот если бы я вела свой канал но я я бы делала только бесплатные мастер-класса но я считаю что на ютубе так много блогеров что это не надо но вот виктория надо вот это необходимо необходимость просто потому что у каждого блогера что-то свое кто-то что-то знает лучше чем ты вот и то что зазнаваться я не ни разу не сказала что я великий мастер я наоборот говорю что я начала делать украшения всего два года назад вот и у каждого человека кто хочет заниматься этим есть шанс и если хочется то все получится вот и вот здесь вот я оправдываюсь то что я не верблюд но от все видео она принципе такое оправдаться как того до хочется хотя мне совершенно не хочется оправдываться хочется вот эту вот ситуацию объяснить вот и виктория то что касаемо вот очень трудно сражаться с ветряными мельницами да вот с комментариями когда у тебя извиняюсь открыто забрала да вот она я я смотрю вам глаза потана я ирина шайдова вы знаете где я живу я вам показала свою семью да но от я много вам информации какой-то дала и мне отвечать вам вот я вам отвечаю вас есть свой канал на котором к сожалению мастер-классы только других людей но вот у вас плейлистах собрано мастер-классы других людей вашего видео не но вам ничего не мешает точно также снять видео и обратиться ко мне я я с удовольствием в какую-то полемику с вами вступлю но мне хотелось бы видеть ваши глаза да и возможно вы донесете до меня что-то чего я не понимаю так это вот то что платных мастер-классов платные мастер-классы будут вот и вообще когда блогер открывает канал мне кажется что это нормально когда он стремится большому числу подписчиков там еще очень кстати много комментариев было что мы просто тут деньги гребем лопатой блогера да могу вам сказать что я еще не получала ни одной копейки с ютуба дал мне там что-то начисляет но это настолько маленькая сумма что я решила эту сумму получать не ежемесячно а ежегодно раз в год забирать свою сумму вот поэтому сказать что это большие деньги это просто смешно но вот естественно я так как человек целеустремленный да но ты меня в принципе всегда влекут такие дела у которые имеют перспективу перспективу развития какое развитие у канала это конечно число подписчиков да это конечно чтобы канал приносил больше доход это очень важно мне крайне не нравится когда люди когда заходит хоть какой-то разговор про деньги они сразу говорит ой-ой-ой-ой-ой это не обо мне как же так но вот кто-то не в комментариях где я про украшение ручной работы и цены на них написал что я не думаю про бабло я хочу вам сказать что я про бабло тоже никогда не думаю вот я думаю о том как заработать деньги как заработать эти деньги честно в общем все я не буду дальше развивать это виктория обращаюсь именно к вам если вы хотите мне что-то сказать снимите видео выложите на своем канале и пришлите мне ссылку и мы возможно сступим с вами в какой-то диалог вот писать я не буду больше вам отвечать потому что как-то я вас не поняла письменно вот второе под комментарием виктория вдруг я но комментарии что принципе продавать мастер-классы не стыдно стыдно продавать чужие мастер-классы но чужую идею речь идет про сережки я сказала что я сплела сережки к сожалению у меня их нету вот и что хочу сказать и что оказывается есть бесплатный мастер-класс на эти сережки и я вот пытаюсь всех обмануть мне даже скинули ссылку на этот бесплатный мастер-класс этого мастер-класса я не видела я перешла по этой ссылке посмотрела мастер-класс мастер-класс длится указанный две минуты я все ссылки не знаю говорила или нет и на эти серьги на но вот на эту девушку которая делает эти серьги кстати автор со мной вообще не связывался я не знаю в курсе она не в курсе но я про автора вообще никаких претензий к ней не имею и надеюсь что она не имеет ко мне никаких претензий в общем короче я посмотрела мастер-класс мастер-класс длится две минуты мастер-класс просто фото до сначала бусинки нарисованы которые используются потом там на иголочку одета там 6 бусинок потом туда делается вот так в принципе все понятно кому кто сильно хочет разобраться в этой теме конечно поэтому мастер-класса тоже можно сделать серьги я вам скину ссылку вы посмотрите пожалуйста все вот бесплатный мастер-класс так но теперь перейдем ко мне я этого мастер-класса не видела что касается этих сережек и авторство этих сережек таких сережек полон интернет полон instagram и эту форму я видела очень давно но так как я вообще не плела я не понимала как их сделать да но немножечко я начала плести у меня немного начинается понимание того как это сделано и едут машины я немного отвлекаюсь конечно на них вот и в общем короче я методом проб и ошибок я сплела эти серьги и причем я их плела совершенно не так как показано в том мастер-классе я не начинала не оттуда и заканчивала не тем но серьги получились действительно очень похожи очень похожи но они такие там и больше бусин в круге в общем короче серьги не такие вот я я нашла решение да я сняла этот мастер-класс который я сделала он у меня получился полтора часа очень подробный можно сказать даже занудный и когда я его сняла я ну решила ну а почему нет я сделала платный мастер-класс не за большие деньги возможно кто-то его захочет у меня купить но вот со своими советами с пояснениями какими-то с рекомендациями да вот я сказала только в этом видео сразу нашлись люди которые захотели купить на слава богу я их я им его не продала и вдруг я узнаю что оказывается есть бесплатный мастер-класс что эти серьги называется фергана по моему так моему тогда но вот и что есть автор конкретный вот когда сплетены пару бусин форму в какую-то и когда человек говорит что он автор на человек автор кстати мне этого не говорил это говорили за него кто-то да но вот я думаю что ну возможно даже вообще не в курсе я не про автора сейчас говорю я про я говорю про авторство в общем понимаете когда две бусины сплели вместе и сказали что я авторы больше никто не может такие бусины плести мне вот это вообще не понятно я не понимаю такого вот и там написано что мастер-класс стоит даты шестнадцатого года что этот человек придумал шестнадцатом году вот это вот плетение да но вот откуда человек знает что это плетение кто-то не придумал в пятнадцатом году и почему это плетение не может придумать человек в девятнадцатом году вот как-то как-то я не понимаю в общем на эти обвинения которые оказались для меня неожиданно я как бы сказала что я не знаю как себя вести в этой ситуации да но там написано что человек который снял этот мастер-класс просит везде указывать его вот эти указания я не видела кстати посмотрев этот мастер класс там нет такого что обязательно указывайте меня это первое но второе я сделала десятки мастер-классов я всегда говорю если вы укажете меня спасибо большое если не укажете ну ладно ничего страшного это интернет понимаете но вот смешно смешно что вот я сделала бусинку и теперь пожизненно указывайте меня кто-то купил патент на эту бусинку а кстати про налоговую еще забыла сказать вот виктория но я зарегистрированным налоговой инспекции и я плачу налоги так что спите спокойно по этому поводу точно вот я забыла вам сказать но вот так что еще у меня кстати еще есть бухгалтер и вся моя отчетность полном порядке так что еще в общем мастер-класс я решила не продавать раз он такой спорный да я не могу оформить свое отношение к этому с одной стороны вроде как не затратила время свою идею какую-то да но и сейчас пойти на поводу и то есть это будет не моя победа это будет победа людей которые мне как бы не за меня но я не могу до сих пор вот но какого-то отношения к этому правильного выработать я не знаю как правильно я понимаю что что-то что-то не так вот поэтому я не буду продавать этот мастер-класс хотя уже просто несколько человек готовы были купить этот мастер-класс но вот именно в моем исполнении понимаете я им скинула ссылку посмотреть видео этой девушки вот они сказали мы хотим все равно у вас купить мастер-класс но но я не буду я не знаю что будет дальше каково будет мое мнение на данный момент я решила пока не выкладывать пока не определюсь точно да пока не буду я ничего продавать из этого вот и раз уж я говорю про это хотя просто тема большой большого большого разговора да можно ли повторять изделия других мастеров можно ли копировать надо ли указывать надо ли указывать по по какому мастер-классу вы сделали в общем мне кажется что это решает каждый человек сам для себя тут нет никаких критериев каждый должен остаться наедине сам собою и как вот он решит так и будет это будет решение вот конкретно каждого человека никто естественно ничего не обязан никому вот вы сделали брошь вы выложили ее в интернет я сделала мастер-класс брошь бабочка и вот этих бабочек мне кажется уже миллион сделали просто миллион а указали меня пять раз от сила 10 и что но я же для этого и выкладываю мастер-класс чтобы вы делали делайте пожалуйста и мало того очень многие мои броши с успехом продаются которые делаются по мастер-классу я тоже очень рада этому факту потому что мне непонятно отношения когда люди не хотят заработать деньги птицам деньги не нужны да я не птица мне деньги нужны почему бы их не заработать если ты умеешь зарабатывать деньги пренебрежительно к этому относиться совсем совсем не хочется вот в общем вот такие не знаю донесла ли я до тех людей которые мне написали вот эти комментарии просто хочу сказать что я планирую делать платные мастер-классы это очень это совершенно добровольное дело покупать у меня их или не покупать я никому вообще ничего не навязываю вот но это будет отдельный ресурс который не будет мешать каналу на канале я как выкладывала свои видео так и буду их выкладывать сумбурно наверное получилось но то что сказать что меняйте меня эти комментарии задели комментарии меня не задели меня задело вот это количество пальчиков вверх под этими комментариями то есть мне казалось что люди как-то по-другому относятся надо быть благодарным за то что тебе уже дали а не за то что тебе еще должны дать понимаете мне кажется так жить легче когда ты благодаришь только ну вот за за то что есть будет еще хорошо но не будет значит не будет и и когда я начинала свой канал делать естественно я думала что какое настроение у меня будет на канале и для себя я решила что будет только позитивное хорошее настроение спокойно и потому что это все про бусинки это все про красоту и какие тут могут быть подводные камни да но вот это все настолько настолько даже не знаю как сказать это это то что должно приносить удовольствие всем нам вот я даже представить не могла что я буду чем-то вас раздражать объяснять но хотя никогда всем мил не будешь это понятно каким бы ты ни был золотым не золотым не важно все равно найдутся люди которые тебя принимают и люди которые которым ты не нравишься это это очень даже хорошо что так происходит вот значит каждый из нас кому-то нужен но так хочется чтобы на канале сгруппировались свои только только свои вот но а а виктория тоже скажу что вот она написала что если бы я завела свой канал и давала только бесплатные мастер-классы я вам хочу посоветовать попробовать возможно у вас на многие вещи изменится взгляд и отношения вот потому что однобокое вот это суждение когда ты хочешь чтобы человек только делал так как ты хочешь я думаю что она пропадет вот ни один блогер мне кажется не напишет другому чего-то такого плохого потому что он знает каков этот путь как больно получать плохие комментарии за то что ты вложил свой труд туда да и в ответ получил плохой комментарий тебя просто не хочется больше ничего делать просто опускаются руки вот и по поводу авторства вот вы знаете у меня завтра будет на канале ну или послезавтра я теперь не знаю потому что вот это не запланированное видео как я оплетаю кисть я снимала тоже как я оплетаю кисть и плела я ее совершенно спонтанно из того материала что у меня было но похоже кисти тоже есть на в интернете да в инстаграмм на вот пинтерест и точно так же я плела его по наитию по какому-то да и кто-то может мне точно так же написать что я автор такой кисти я ее сплел там год назад ну и что может еще три года назад еще кто-то сплел это просто порядок бусинок и возможно другому кому-то пришел точно такой же образец до для создания рисунка в общем я вас наверно напрягла я обещаю что таких видео будет как можно меньше я надеюсь на понимание я не хочу вообще никаких комментариев под этим видео но я уверена что они будут вот еще для тех кто пытается как-то поддержать меня я вам очень благодарна но я вас очень прошу если вы написали один комментарий в поддержку и вас пытаются как-то подначить да вот что-то вам еще в ответ не ввязывайтесь в это я вообще не люблю людей которые которые любят ругаться да вы мне что-то сказали я вам ответила все дальше не надо вот я редко пишу вторую третий комментарий у меня была такая подписчица на канале я думаю что она была у многих но вот марфа васильевна у которой аватарка сказочного персонажа да но вот которая под ником сказочным таким вот и уж очень любила писать комментарии и очень любила чтобы ее слово было последним она не писала никаких я уверена что наверное она меня смотрит до сих пор потому что она смотрит рукодельный youtube и я знаю что она комментирует и других блогеров вот и она всегда находила негатив в любом видео вот в любом хорошее оно плохое в общем какой-то негатив обязательно находился вот и ты естественно первым ответом но пишешь свое мнение по этому поводу вот она тебе все равно доказывает что нет вот все плохо но и вторую там да она нет вот все плохо но все так красиво все это оформив но и ты уже потом чтобы человек отстал от тебя говоришь да я с вами согласна и все доказать казалось бы человек должен согласиться она мне пишет еще комментарии вот понимаете человеку наверно пообщаться не с кем но и я даже хотела снять видео мой ответ марфе васильевне но потом решила что наверное это будет звездный час человека наверное не надо такого подарка в общем марфа васильевна я заблокировала и вот комментарии аля марфа васильевна когда человеку слова он тебя 2 ты ему 2 он тебя 10 вот не ввязывайтесь пожалуйста ни в какую переписку с такими людьми особо мне кажется ну это образ жизни у людей такой мне кажется чем писать лучше пойти повышевать поплести что-нибудь повязать ну или послушать каких-нибудь позитивных людей которые тебе дают положительные эмоции ну в общем то на этом все спасибо что выслушали меня сегодня я прощаюсь с вами до свидания всем всего доброго